Здравствуйте! Я автор и ведущий научно-позглавательного канала Fannie Masha School, который в основном главным направлением занимается выращиванием и производством грибов. Канал сам не занимается выращиванием и производством, а он занимается освещением вопросов, связанных с грибами. Но непосредственно для освещения вот этих материалов и для того, чтобы делиться этим материалом с другими людьми, была использована платформа YouTube. YouTube это платформа, которая позволяет максимально просто и доступно для каждого иметь возможность делиться своими материалами с другими людьми и в какой-то степени иметь возможность на этом зарабатывать как за свои авторские права, какие-то гонорары соответственно тем действиям, которые вы делаете в интернете. Очень вам повезло, что вы попали именно на этот ролик. Я хочу сейчас именно рассказать вам о работе с партнерскими программами и на тех самых главных вопросах, которые многие из блогеров, которые рассказывают именно о работе с YouTube, упускают. Перед этим я проанализировал много материалов и вот хочу остановиться именно на тех моментах, которые не вошли в материалы тех блогеров и на те вопросы, на которые всегда остаются открытые, на которые нет ответа. Значит, начнем с того, что если вы подошли к тому моменту, что у вас достаточное количество роликов и вы уже хотите подключить к себе монетизацию, как это сделать, вы найдете ответы в интернете. Зададите вопрос, как подключить монетизацию и миллион других блогеров вам об этом расскажут. Подключив монетизацию в разделе аналитики, YouTube аналитики, вы сможете наблюдать за тем, как происходит начисление вам за ваши труды. Для того, чтобы иметь возможность вывести эти денежки, вот этот вопрос, который сначала трудно понимаемый начинающим блогерам, поймите, что ваша платформа, рабочая платформа, это именно платформа YouTube. Для того, чтобы иметь возможность контролировать ваши доходы и иметь возможность их выводить, для этого в YouTube создана другая платформа, которая называется AdSense. Простым языком, проще говоря, именно AdSense является бухгалтерией канала YouTube, чтобы вы как-то для себя разграничивали вот эти два понятия. YouTube это платформа ваша рабочая, в которой вы работаете в этой среде с своими видеороликами, общаетесь со своим контентом и так далее. А именно AdSense является бухгалтерией, которая осуществляет выплаты вам за ваши труды. Не ждите, что AdSense или кто-то там, главный директор YouTube приедет к вам, позвонит в квартиру и скажет, что я вам привез ваши 10 долларов за вашу работу. Вот этого не произойдет. Сам процесс обналичивания ваших денег вы должны будете сделать сами. Обычно, значит, делается это следующим способом. И вообще я вам порекомендую все-таки начать свою работу именно по обналичиванию ваших доходов, все-таки начать с AdSense. Некоторые пользователи пропускают этот момент, как-то сразу подвязывая свой канал к партнерским программам. Все-таки, я вообще не знаю, возможно ли подключить монетизацию, по-моему, даже и нельзя, обойдя AdSense. Итак, войдя в аккаунт AdSense, они фактически связаны с вашим каналом, то есть это, можно сказать, как на одном аккаунте, только разные такие вот разделы. В своем аккаунте вы должны подать заявку на получение дохода от YouTube. Если вам их зарегистрировали, то есть одобрят, то в результате какой-то переписки, которую вы будете вести именно с каналом, относительно переписки, я сразу вам скажу, что не ждите, что... Не ждите, что именно, что вы будете общаться вообще когда-то с живыми людьми. Потому что ваше общение и ваша работа вообще на канале YouTube, она будет связана только с роботами. Вы будете иметь дело непосредственно всегда только с роботами. Бездушными... Бездушными роботами. Вот. И поэтому ожидать от них каких-то адекватных реакций не стоит. Ну, в принципе, это и хорошо, и плохо, но в плане того, как... У них тоже есть какая-то закономерность в своем поведении, и эти закономерности вы в дальнейшем можете использовать для некоторых правильных движений на вашем канале и правильных поступков. И учитывая закономерность вот этих роботов. Так вот, относительно этой переписки вам будут присылать соответствующие документы. Будьте внимательны. Обычно люди упускают не то, что написано мелкими буквами, а они упускают даже то, что большими буквами написано. Или вообще не читайте документы. Вам обязательно нужно, если вам будут присылать какие-то договора, которые вы будете подписывать электронным подписью или просто простым согласием, нажав на кнопку согласия или поставив в определенном месте галочку, то вы помните, что вам нужно с этим ознакомиться. Обязательно. С вашими правами, которые вдруг вам придется какое-то время отстаивать, то вы хотя бы должны понимать, о чем идет речь вообще. Да, если вы не читали эти документы. Значит, смотрите, сама адаптация и регистрация в Аценсе происходят следующим образом. Для того, чтобы убедиться, что вы физически существующий человек, а не бот, после регистрации вам нужно будет подтвердить свое физическое место проживания с помощью пин-кода. Для этого компания Google отправит вам письмо, физическое письмо, которое придет к вам на почту, вам принесет его почтальон. В этом письме будет код. Не буду я сейчас искать эту бумажку, это не так важно, покажу ее или нет. Суть в другом. Суть в том, что этот пид-код вы вводите в соответствующее окно и после этого момента, определив ваш физический адрес, где вы находитесь, и определив вас как человека, Google разрешит вам обналичивать ваши финансы в Ютубе. До этого момента те доходы, которые к вам будут приходить непосредственно, скорее всего, что они, по-моему, считаются. Только вы их не увидите до тех пор, пока вас не определят как физическое лицо. Скажем так, вы можете за 10 лет заработать в Ютубе какую-то сумму и статистически она будет учитываться, но вы ее не получите до тех пор, пока не подтвердите ваши физические, ну, не сделаете подтверждение вот этим пин-кодом и так дальше. После получения пин-кода свои доходы вы будете видеть в Ацензии. То есть, единственное, мне там не совсем нравится, вот именно эти отчеты в Ацензии, они приходят приблизительно где-то до 15-го числа, и вот эту статистику так в реальном времени определить не совсем возможно. И иногда это составляет определенные трудности, и я объясню главную трудность. И главное, что я хотел рассказать в этом ролике, и главное, что вы дождались до этого момента и потерпели меня до сих пор. Поэтому сейчас послушайте, это очень-очень важно. Потому что у вас может зависнуть на Ацензии такая сумма, например, как у меня, и вы не сможете ее обналичить. Смотрите, как получается. Рано или поздно у вас возникнет момент перехода на партнерскую программу, то есть на партнерку. На партнерке вам будут предлагаться, естественно, разные полезные опции, которые будут связаны именно с этой партнеркой. Они предлагают, что они будут рекламировать ваш сайт, они будут его раскручивать в каком-то секторе, в определенных контент, который у вас находится. Понимаете, что если вы продаете косметику, особенно очень дорогостоящую, то не пихайте где-то на какие-то партнерки, связанные с сельским хозяйством, или наоборот. Сельское хозяйство не пихайте какой-то партнеркой, которая вообще полностью связана с реализацией, например, косметики. Основных таких из партнерок положительных, о которых можно сказать, это все-таки есть АИР. Это очень новая такая молодая перспективная, скажем так, команда, с которой я начинал вообще в самом начале. Фактически они, когда начинали, у них даже собственного кабинета не было, личного кабинета не было. Со временем они ее сделали, по-моему, реферальная система до сих пор еще не работает. И вторая такая контора, более-менее себя хорошо зарекомендовавшая, это ВСП. Другие, относительно других, есть противоречивое мнение, я, относительно этих компаний. Одним из тестов на адекватность этой партнерки, вы попробуйте написать им любое письмо. Попробуйте написать любое письмо и дождитесь ответа. Насколько быстро они вам ответят. В принципе, для затравливания посетителей себе на канал, это может произойти в какой-то степени и очень быстро. Не подписывайтесь, если вы собираетесь вести русскоязычный блог. Вряд ли вам будет полезно, если вы запихнете ее в какую-то американскую или там канадскую, там, и про, не то, англоязычную какую-то партнерку или китайскоязычную партнерку. То есть, это из-за того, что миллиарды китайцев живут, а вы туда запихнете свой русскоязычный какой-то канал, вам от этого пользы будет мало. Потому что там есть свои особенности, как работают роботы, как они будут оценять и так дальше продвигать ваш канал. Значит, соответственно, вы под себя должны находить соответствующую партнерскую программу. Значит, АИР оставляет все-таки хорошее впечатление. С ней адекватные люди, с которыми, в принципе, там, если любой вопрос мы задаем, они отвечают на все письма. Приблизительно в течение трех дней вы получите ответ. Ничего такого особенно плохого я о них сказать не могу. Относительно хорошего тоже сказать так не могу, потому что большого опыта разных партнерок у меня нет. Поэтому говорить непредвзято как-то не хотелось бы на этом этапе. Потеряли мы уже мысль, о чем мы вели, о том, как не потерять свои деньги. Сейчас уже там, уже пошло за 11 минут. Если у вас есть терпение, посмотрите следующий ролик, я там об этом расскажу. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...